Александр Куприн. Гранатовый браслет. Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно послать мне, как громадное счастье и любовь к вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто, ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей. Для меня вся жизнь заключается только в вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь, и ничто вам обо мне не напомнит. Я бесконечно благодарен вам только за то, что вы существуете. Я проверял себя, это не болезнь, не маниакальная идея, это любовь, которую Богу было угодно за что-то меня вознаградить. Пусть я был смешон в ваших глазах и в глазах вашего брата Николая Николаевича. Уходя я в восторге, говорю, да светится имя твое. Восемь лет назад я увидел вас в цирке, в ложе. И тогда же в первую секунду я сказал себе, я ее люблю, потому что у нас ведь нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверей, ни растений, ни звезды, ни человека. Много прекраснее вас и нежнее. У вас как будто бы воплотилась вся красота земли. Ну подумайте, что мне нужно было делать, бежать в другой город? Но весь сердце мое было всегда около вас, у ваших ног. Каждая мгновенькая дня наполнена вами, мыслью о вас, мечтами о вас, сладким бредом. Я очень стыжусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет. Ну что же, ошибка. Воображаю, какое он впечатление произвел на ваших гостей. Через десять минут я уеду. Я успею только наклеить марку и опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. В это письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни. Ваш платок, который я, признаюсь, украл, вы его забыли на стуле, на балу в благородном собрании. Вашу записку, о, как я ее целовал, а ею вы запретили мне писать вам. Программу художественной выставки, которую вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе. Кончено. Я все отрезал, но все-таки думаю и даже уверен, что вы обо мне вспомните. Если вы обо мне вспомните, то я знаю, вы очень музыкальны. Я вас чаще всего видел на бетховенских квартетах. Так вот, если вы обо мне вспомните, то сыграйте. Прикажите сыграть санаторе-мажор номер два. Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю вас за то, что вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением, единой мыслью. Дай бог вам счастья, и пусть ничто временно и житейское не тревожит вашу прекрасную душу. Целую ваши руки. Г. С. Ж.